Матч ТВ Югика Кавашима Насыпающая под пятым номером Носит шлем под руки По команде Май Мори Видите, 14 номер на шлеме Пятый номер на светле Ну, это вообще так по хорошему нарушение регламента Но тем не менее В женском хоккее, наверное, больше Дозволяется, чем в мужском хоккее Ну, скажем так, что Май Мори не играет Сегодня, зато Девушки вынесли ее свитер На скамейке запасных Ну, и одна из хоккеистов играет ее шлем Дело в том, что Май Мори травмирована И вот она не может помочь Своей команде Но вряд ли бы она чем-либо помогла Все-таки сборной России гораздо сильнее Гораздо мастеровите Своих сегодняшних соперниц Так что неудивительно, что именно россиян За счетом 5-0 После первого периода Но я думаю, что наши девушки на этом не остановятся И есть возможность улучшить свою персональную статистику На этом турнире Людмила Белякова отметилась Тремя результативными передачами В старте этого свинника Но здесь Шибанова близка была Ко второму голу в матче Сразу же запираем японок в зоне Шибанова на пятачке Баталова на вершине Шохина Штарева И вот так вот Переправляет шайбу в цель Анна Шибанова Причем, по-моему, от конька шайба отлетает Но я что хотел сказать Вот в этой позиционной атаке сборной России И не только в этой, еще и по ходу первого периода У нас одна защитница постоянно идет вперед А одна остается просто на синей линии И перекрывает ее самостоятельно И поэтому создается численное преимущество в игре под воротами Но давайте смотреть еще раз Вот протык в сторону пятачка от Элевтины Штаревой И Шибанова и шайба и правда в конек попадают Но движения никакого не было От Элевтина Штарева отмечается результативной передачи 6-0 Громим японок Сосина на перехвате И еще одна передача на пятачок Здесь уже японский пас прервали И идут в свою наступательную акцию Опять же, не совсем четко сыгранная И Сосина Остановилась Еще одна попытка выгрузить шайбу на пятачок Сейчас этот паспорт назначался Александре Вафе Обычно, когда идет комбинационная игра, команде играется легче Потому что ты меньше сил тратишь И шайбу переводишь от одного игрока к другому А вот у японок, чем больше передач, тем больше потерь Сосина Ну вообще для Ольги Нет проблем обыграть один в один Даже на профессиональном уровне Чего уже говорить, когда ты противостоишь любительской команде Ну вот я смотрю, у японок более или менее нормальное настроение Для них это хороший опыт Да, как это говорят на Олимпийских играх Победа не главное Главное участие То же самое можно сказать, наверное, и о студенческих соревнованиях Для японской команды Женской версии Это прекрасная возможность попробовать Что такое хоккей на более высоком, на международном уровне Да, вот с американками они смогли на равных сражаться Проиграли лишь с разницей Латуншаев Но здесь уже история совершенно другая Тюпина Канадки в группе А Громили, в свою очередь, своих соперниц Обыграли сборную Китая со счетом 9-1 Потом была победа над хозяевами турнира Сборной Казахстана 11-0 А в ворота сборной Великобритании его все отправили 14 безответных шайб У Канадок только одна пропущенная шайба в трех матчах И разница плюс 33 А вот спорная Великобритания в трех играх так и не смогла поразить чужие ворота Разница шайб минус 37 Для справки, что происходило в соседней группе А сейчас, наверное, Сугисава такую скорость продемонстрировала в своей зоне Обогнала нашу защитницу И путь японки чуть помастеровите Это могло бы быть опасно Потому что за шайбу они зацепились А вот далее, ну, в раз в сторону ворота Ну, кстати, назидание нашим девушкам Потому что оставшиеся матчи на турнире, они в любом случае будут сложнее Да, в полуфинале мы выходим на Китаяна Китаянки все-таки смогли две победы одержать И обыграли не только сборную Великобритании, которая валилась и никому не забрасывала Но и смогли обыграть в решающей игре команду Казахстана Там разыгрывалась путевка в полуфинал Вторая от группы А От группы А И китаянки победили со счетом 4-1 Так что вот мы предпущаем более сложные матчи для нашей сборной Уже в стадии плей-офф Ну и все идет к тому, что опять сыграем с канадками А вот там, там Несмотря на то, что канадки привезут тоже в юническую сборную Поверьте, легко не будет Да, в гранаде победили Делится счетом 3-0 Там далеко не все так гладко было у наших девушек Ну и такая же примерно ситуация у нашей мужской студенческой сборной Потому что группа тоже, скажем так, не самая хоккейная И на групповом этапе никаких проблем быть не должно Их и не будет А вот далее Потом просто настраиваются на игры Просто въехал в турнир Очень спокойно всех обыгрываешь на одном коньке А потом может быть очень тяжело в важных матчах Что творит? Атной рукой Двух соперниц обыграла Вроде бы шайбу только-только потеряла Он очень быстро ее возвращает под контроль Дергачева Дергачева А это вообще излюбленный бросок от Алифтины Штаревой Ближнюю девятку Но вратарь выручает Это вопрос небольшой несобранности Мне кажется, Штарева уже видела шайбу в воротах Потому что там ее шида настолько долго перемещалась Что там три раза можно было бросить Ну вот, Штаревой забить не вышло Ну и молодец на самом деле Амика ее шида Она делала максимум И настолько быстро перемесилась, насколько помогла И этого оказалось достаточно Баталова Диагональный перевод на Вафину Сосану Сосина Белякова Нехороший пас на Сосину Здесь уже Ольга пыталась очень красиво Отправить шайбу в цель И, по-моему, удаляют Белякова Если я не ошибаюсь Сейчас посмотрим Комбинация красивая Посмотреть здесь ох На противо... В другую сторону поехала Сосина И вот в том момент Да, Белякова подъехала И все-таки ее шить так На самом деле не очень сильно Но по ловушке ударило И судья находился рядом И заметил это Ну, тут у меня такое подозрение есть Что хоть как-то пытаются Хоть чуть-чуть игру выравнять Хоть чуть-чуть японкам помочь Судья-то имеется Да, потому что вот это Ну, явно не тянуло на две минуты Просок от синей линии Последов Аеми Санода Дюбанок Лидия Малявка оставила шайку Больший гол Санода Хотя во втором периоде Японки начали играть комбинационно Хотя бы стараться это делать Такое ощущение, что успокоились После первых двадцати К перерыву там тренер Сказал И вот они начали использовать передач Мне кажется, и наши девчонки Больше пространства стали предоставлять Японки В первом периоде их не было вовсе А здесь уже начали происходить И даже в пас играют И от синей линии приложились Ну, а игру остановили Потому что там борьба была В обоих площадке Не видно было шайбу Может быть, она и под Как раз-таки Инной Дюбанов Находилась Я смотрю Все японские хоккеистки В шлемах С номером четырнадцать Я уже даже немножко Начинаю переживать За май Пури Свитер вывесили Все С номером На шлеме Травма ли у нее Ну, ладно Не будем думать О грустном Еще одно Выигранное вбрасывание Японками Бросок От синей линии Но Этот бросок Оказывается С блокированным Шайбульта За пределы площадки Но еще одна точка Еще одну Выиграли причем В чистую И вот Так бывает Что стоишь Под бросок Хочешь как лучше Вот Кавашима как раз Хотел сходу бросить Но в итоге Бросок настолько Резко и сильно Был выигран Что Она не была готова К этой передаче Перехватывает Из первого звена Можно сделать Кавашима Кавашима как раз Кавашима как раз Удар Кавашима как раз Недоволен Будет Кавашима как раз Забрасывает Кавашима как раз Завершился Кавашима как раз Мужском хоккей Кавашима как раз Сначала выиграла бронзу С национальной командой А не так давно Выиграла бронзовые Медали Молодежь Чемпионаты мира Среди женщин Она была капитана Чемпионата Шохина Шторева Дергачева Высоко Срывает шайба Ой-ой-ой Ну это Было очень похоже На силовой прием Против Он уже кодировал Не отреагировали Почему-то Никак Японки Друг другу Мешают Простейшая ситуация Когда необходимо Было выбрасывать Шайбу Подальше Вот так Нужно было сыграть Раньше Меньше пяти минут На игру Во втором периоде Россия Япония 6-1 Зимняя универсиада В Алма-Ате Но 6-1 Это на табло А по периоду 1-1 Россия Япония Ну и Не такого результата Однозначно ждем И вот Много мы говорим О встречах Когда Кто-то ведет Серьезное Преимущество В счете имеет О том Что команда Которая проигрывает Должна выйти Там И хорошо сыграть Отдельно взятый период Японки В принципе Это делают Дюпина Лобова Пасала и на Дюбанок Но Только по шайбе Попасть ей Не удалось Продолжаем Позиционно Атаковать Дюбанок Вот этот Пас прерван Сагаби Ну вот Когда играем 5 на 5 У Иконок Вообще Ничего Получается В атаке Ну здесь Смотрите Какой выход Дюпина Ну зря Затела на эту обводку Фануза Кадирова Красиво Расправляется Еще и передачу Делает На Лидию Малявка А вот здесь Леана Ганеева Выскочила на лед А в сайте Фиксировал Там еще один Свисток Звучит Возможно Еще и удаление Будет Так За подножку Конечно Ами Сато Провинилась Вот так выглядит Главный тренер Сборной Японии Масаюки Такахаши Его почему-то Нам показывают Когда что-то Такое Неладное Происходит С его сборной А вот показали Когда забили Это было бы интересно Смотреть на реакцию Ами Сато На 2 минуты За подножку Против Наны Шибанов Да Шибанов Там Кто-то В порядок Неприятное На самом деле Столкновение Нога в ногу Никто не уходил От этого контакта Еще раз подтверждают Что команда Достаточно заряжена В борьбу Не взирая на то Что класс Серьезно разнится Вафина Белякова Пас рукой И Белякова Не хотела Шибанова Подъехал Ждет Когда японка Подъедет А те Об этом даже И не думают Мне кажется Они даже и не поняли Что пас рукой В чужой зоне Ему лишь бы Вот свои ворота Оборонять Ну вот как было Бросок от синей линии Вот здесь Вафина подпрыгивает Ну конечно Это пас рукой И вот Белякова Она не хочет Трогать шибу Подъедьте Кто-нибудь А сальдом Еще и Небанок В руках Наши девушки Сосина Молодец Ольга Наши шайбы В работе Во-первых Привезла шайбу От собственных ворот Потом Рванула уже Ближе к чужим воротам И вот шайбу Получает Хитрик Ольги Сосиной Нашего капитана Поздравляем Ну и Наконец Смогли Забросить Амике Юшиди Довольно Долго Она Сохраняла Свои ворота Вне прикосновенности С начала Периода Ну и вот Какая хорошая Комбинация Передача В центр Вафина не забивает Хотя могла Забить и сама Она здорово Качнула Юшиду Но вот шайбу Не подняла На достаточно Высокое расстояние Но потом Добила Причем С добиванием Юшиды тоже справилась И шайба К Сосине Отскочила И тут уже В пустые Нам было попадать Что и сделала Ольга Знаешь как говорится Три красивые девушки Организовали Одну красивую шайбу Ух ты Там в пас Все так здорово Было На обратно Такую же Да Ими сложными Передачами Обменялись Гончаренко И Пирогова Ты знаешь Такие вот Сложные передачи У японок Походу Всего в матче Ну да Сейчас наша Первая пара Обороняющихся Друг другу Шайбу Неуважительно Посылали Дорогачева Уверенно Выигрывает точку Гончаренко Штарева Калифтине Как не удается Забросить Моменты У нее Шикарные Ну Надо встречу Дали попробовать Разочек Дорогачева Как катается Лена Прекрасно А вот здесь уже Ангелина Гончаренко На пятачок Накатила Штарева Шохина Все поспевают Перемещаемся Хорошо Постоянно Меняются Позиции Наши девушки Шохина Уже Хотел Взвести В буквальном Спусте За леточку Шайбу Анна Шакамото Понравилось Забрасывать Уже В одиночку Она пробивалась К Воротам Надежды Морозовой Россиянки Спустя Некоторую паузу Вновь Расставляются В зоне Штарева Сколько желаний Да Вот Как раз В желании Японка Не откажешь Стараются Девушки Мастерства Чуть побольше Они как раз И набираются Мастерства Опыта На подобных турнирах Но это видно Потому что они Даже проигрывали 7-1 Все равно Временами Мы видим улыбки На лице Японских девушек То есть Они изначально Понимали Кто здесь фаворит И чем этот матч Закончится Поэтому Играют Стараются Но все это делают С улыбкой Да Принципиальная разница Российская сборная Вряд ли может Какую-то пользу От подобного матча Вынести А вот Для сборной Японии Это как раз Возможность Проверить себя В высочайшем уровне Для них Это как раз Необходимый опыт В движении В развитии Ольга Сосина Ну и вот Момент У ворот Это первая шайба А Ну хитрик Сосина Вот вторая Да там рикошет был Ну и вот третья Бросила по воротам Вафина Вафина добила Но С двумя бросками Её шут Справилась Ну и Сосина Три шайбы За шесть бросков 50% Неплохо Шикарно Появилась на площадке Александра Ваврушка Ваврушка Подкаменная И Митрофанова У них ещё не так много Игрового времени Потому что В неравных составах Много игры Да Они не в большинстве Не в меньшинстве Ну это основная причина Почему они не так много Игрового времени Получили в матче Со сборной США Потому что Ну сценарии схожи И связано С тем Что у российской сборной Там Большое преимущество В счёте было А вот именно В таком же ключе Игра и протекала Много удалений Изъянки играли В большинстве Американки играли В большинстве Ну на большинство Мы знаем Кто у нас выходит Для меньшинства Тоже сформирована Специальная бригада Участякова Но там уже как раз Девушки из нашего четвёртого Третьего звена Получали время Трофанова Подкаменная А вот так Чтобы они вышли В равных составах Это было не часто Но поиграли Практически минуты Всё Звучит сирена Завершился и второй период Женская Сборная России На Всемирной Зимней Олимпиаде Сегодня завершается Выступление На групповой стадии Ну и Россиянки Занимает первое место Четвёртого числа Мы сыграем В полуфинале Но эта встреча Ещё не завершена После Сотока минуты игры Побеждаем Семь и один Совсем скоро Начнётся третий период Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому